здравствуйте дисциплина охрана труда тема номер 5 климат производства помещениях и на рабочих местах и сегодня мы рассмотрим 2 2 вопроса 1 вопрос защита от неблагоприятных материологических условий воздушной среды и 2 вопрос который мы рассмотрим сегодня загрязнение воздушной среды и способы поддержания ее нормируемых пределах микроклимат производства помещений определяется действующими на организм человека сочетаниями температурой влажности и скорости движения воздуха а также температура окружающей поверхности это все указано в гостах от 88 года регистрации состав атмосферного воздуха в состав входит азот как вам известно он составляет 78 и 0 8 процентов кислород 20 95 процента углекислый газ 0,03 процента аргон и другие газа оставшиеся 0,94 процента кислород необходим для поддержания жизнедеятельности человека при дыхании поступающие в легкие венозная кровь освобождается от углекислоты и обогащается кислорода в процессе движения по телу кровь отдает тканью кислород и отбирает образовавшуюся в ней углекислоту газообмен происходит нормально при давлении близки к атмосферному азот газ физиологически безвредный углекислый газ слабый ядовит но опасен тем что замещая кислород уменьшает его содержание воздушной среде небольшие отклонения в содержании указанных газов и в первую очередь уменьшение концентрации кислорода увеличение содержания углекислоты снижает работоспособность а при значительных отклонениях от норм атмосфера становится опасной для жизни человека самочувствие работающего в значительной мере зависит и от температурного режима при повышении температуры окружающего воздуха свыше 22 градусов цельсия человек быстро утомляется снижается его трудоспособность расслабляется организм усиливается фото выделение связи с этим санитарные нормы устанавливают допустимую температуру производства помещения она не должна быть ниже не ниже 13 градусов цельсия классов кабинетов лаборатории учебное заведение в пределах 16 20 градусов цельсия и гимнастических залов и стюбили коридоров в пределах 14 16 градусов цельсия на самочувствие человека оказывает влияние и влажность воздуха относительно влажность воздуха представляет собой отношение фактического количества паров воды в воздухе при данной температуре количеству водяного пара насыщающего воздух при той же температуре то есть если определить это в виде формулы то фи это есть относительно влажность воздуха равна отношению d к d нулевому и умножен на сто процентов по санитарным нормам допустимая влажность в учебных помещениях должна быть 40 60 процентов в теплое время года возможное увеличение до 75 градусов цельсия немаловажно для самочувствия человека движение окружающего воздуха санитарными нормами определенный этот параметр средней скорости движения воздуха в производственных и учебных заведений должны составлять пределах 0,2 и 0,5 миллиметров в секунду в холодное и переходное время года и пределах 0,5 и 1,5 метра в секунду в теплое время года ощущать воздушные потоки человек начинает со скорости воздуха при 0,15 метров в секунду и так рассмотрим таблицу 51 даны допустимое сочетание этих параметров для рабочей зоны и так смотрите соотношение между оптимальными допустим параметрами воздуха в рабочей зоне производства помещений в холодный переходный период и года она установлена гостом который называется воздух рабочей зоны общие санитарные гигиенические требования и так перед вами дается наименование категории работ на прошлых занятиях мы рассматривали категории у нас три легкая это первая категория средней тяжести они подразделяются на 2а 2b и тяжелые 3 температура относительно влажность воздуха скорость движения воздуха и последний создается температура воздуха вне постоянных рабочих мест температура градусов цельсия дается да посмотрите каждый параметр делится на 2 это оптимально допустимая оптимальная температура и допустимая температура и посмотрите допустим при легкой работе оптимальная температура 2023 допустимые 1925 относительно здесь практически везде одинаково посмотрите 60 40 оптимальная допустимая 75 это означает при уже теплые теплое время года скорость движения воздуха изменений немного есть оптимальная но за 2 десятых допустимая пицца 0,2 а температура воздуха вне постоянных рабочих мест допустимая 1526 градусов цельсия но также и категория номер 2 а температура оптимальная 1820 допустимая 1723 влажность одинаковая скорость движения 0,2 оптимальная допустимая 0,3 но и температура вне постоянных рабочих мест пределах 1324 категория работ средней тяжести категории 2b температура оптимальная 1719 допустимая 1521 относительно влажность остается постоянная для всех случаев 60 40 оптимально допустимой 75 скорость движения воздуха здесь уже есть немногие разницы оптимальную на целых три десятых допустимая на целых четыре десятых движение воздушного потока температура воздуха вне постоянных рабочих мест в пределах 13 24 тяжелые ведь работы эта категория 3 температура здесь как вы заметили намного ниже чем при легкой работе 16-18 допустимые 13 19 тяжелый вид работ это связано как мы уже говорили с большими физическими работами относительно влажность воздуха также остается постоянная также как и при легкой средней тяжести скорость движения воздуха оптимальная 0,3 допустимая на целых пять десятых ну и температура вне рабочих мест в пределах 12 и 19 градусов цельсия повышенная влажность воздуха затрудняет теплообмен между организмом человек и окружающей средой так как не спаляется под а низкая влажность вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей движение воздуха улучшает теплообмен между телом человека и окружающей средой но излишняя подвижность сквозняки это может быть ветер создает опасность простудных заболеваний систематическое отклонение от нормального не теорологического режима приводит хроническим простудным заболеванием хроническим заболеванием суставов но и так далее других болезней основные вредные производственные факторы при контакте с организмом человека это пары газы жидкости аэрозоли химические соединения смеси которые могут вызывать изменение состояния здоровья или заболевания загрязнение ваш воздушной среды способа поддержания ее в нормируемых пределах это наш второй вопрос сегодняшнего урока среди загрязнений воздушной среды встречаются как ядовитые так и не ядовитые вещества ядовитые вещества нарушают нормальную жизнедеятельность организма приводит к временным и хроническим патологическим изменениями работа с такими веществами учащимися запрещена однако и не ядовитые вещества при длительном воздействии и особенно при больших концентрациях могут стать причиной различных заболеваний например кожных болезни легких ну и так далее по степени характера нарушения нормальной работы организма вызываемых веществом зависит от пути попадания его в организм дозы времени воздействия концентрация вещества растворимости состояния организма в целом атмосферного давления температуры конечно состава загрязнений отравление могут возникнуть внезапно при попадании в организм большого количества вещества такие отравления называют острыми и расследуют их как случай производства травматизма и могут развиваться в организме в течение длительного времени а такие отравления называют профессиональные вредные вещества попадают в организм через органы дыхания желудочно-кишечный тракт и кожный покров токсическое действие вещества может вызываться и не самим веществом а продуктами его преобразования в организме высокая концентрация ядовитых веществ содержится в выхлопных газах автомобиля и трактора при неполном сгорании топлива в различных печах и топках образуется при использовании ядохимикатов и разбрызгивание пылевидных удобрений газы пары и пыль могут накапливаться в количествах оказывающих вредные воздействия на человека в мастерских животноводческих помещениях в гаражах проникновение ядовитых газов в организм усиливается при повышенных температурах воздуха в этих случаях расширяются кровеносные сосуды усиливается пототделение учащается дыхание что ускоряет проникновение яда в организм кроме того высокая температура влияет на скорость испарения вещества но и к ядовитым газовым примесям атмосферный воздух относится оксид углерода двухвалентный или угарный газ еще называемых сероводород аммиак выхлопные газы автомобилей и тракторов но и другие но мы рассмотрим основные первые три газа оксид углерода целого обозначает химические формулы образующийся при неполном сгорании топлива при преждевременном закрытии печной задвижки опасен тем что он соединяется с гемоглобином крови 250 300 раз быстрее кислорода кровь насыщенный оксидом углерода перестает усваивать кислород человек погибает от его недостатка слабые признаки отравления появляются уже при пребывании в течение нескольких часов в атмосфере содержащий 0,16 тысяч на процентов по объему угарного газа при содержании угарного газа в 10 раз больше этой величины отравление наступает через час а концентрация равная 0,4 процента смертельная опасно даже при кратковременном пребывании следующий газ это сероводород не менее опасен h2s вызывает нарушение внутритканевого дыхания ткани перестает усваивать кислород при вдыхании воздуха содержанием сероводорода более 0,06 0,07 процентов возникает уже отек легких при содержании более 0,08 процента человек теряет сознание и может наступить смерть от паралича дыхания при малой концентрации это 0,02 процента уже через 10-15 минут появляется жгучая боль слизистых оболочек глаз и дыхательных путей следующий газ это аммиак NH3 обладает характерным запахом также вызывает сильное раздражение слизистых оболочек верхних путей глаз и глаз но выхлопные газодвигатели опасны из-за присутствия в них больших концентраций угарного газа в смеси с другими ядовитыми компонентами помимо газа в воздухе могут содержаться мельчайшие частицы твердого или жидкого вещества или их называют аэрозоль размером от 1 до 1000 доли миллиметра это пыль загрязнение воздуха пыли ухудшает санитарно-гигиенические условия такой воздух может стать причиной ряда болезней по действию на организм человека пыль разделяет на ядовитую сюда относятся свинцовая ртутно-мушьяковистая и не ядовитую это у нас угольная известняковая древесная ядовитая пыль попадая в организм или оседая на коже может вызывать острые отравления или хроническое заболевание другим фактором определяющим опасность пыли для человека является ее концентрация массовое содержание частиц в единице объема воздуха миллиграмм на метр кубический единица измерения естественно что масса вдыхаемой пыли вызывающие заболевания при всех равных условиях зависит от интенсивности дыхания человека от вида выполняемой работы то человек насколько быстро вдыхает воздух например человек в неподвижном состоянии потребляет воздуха 10-12 литров в минуту а при интенсивном физическом труде 50-70 литров в минуту следовательно человек выполняющий тяжелую физическую работу в запыленной атмосфере быстро подвергается заболеванию в классификации вредных веществ и требований общие требования безопасности введены государственным стандартом который распространяется на вредные вещества содержащиеся в сырье продуктах отхода производства и устанавливает общие требования при их производстве применении и хранении по этому государственному стандарту все вредные вещества по степени воздействия на организм подразделяют на четыре класса опасности первое это чрезвычайно опасные второе высокоопасные третье умеренно опасные четвертое малоопасные вещества опасность устанавливается в зависимости от величины предельно допустимой концентрации среднесмертельной дозы и зоны острого или хронического действия для воздухорабочей зоны производство помещений устанавливается предельно допустимой концентрацией или сокращенно ПДК вредных веществ и аэрозолей представляющих собой массу вредного вещества содержащегося в 1 мм кубический воздуха ПДК это концентрации которые при ежедневной работе а это не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не вызовут заболевания или отклонения в состоянии здоровья мы дальше рассмотрим таблицу 5.2 при одновременно присутствии нескольких вредных веществ обладающих однонаправленным действием сумма отношений фактически концентрации каждого вещества то есть мы определяем концентрацию с1 с2 и так далее в воздухе помещение их к ПДК то есть ПДК 1 2 3 и так далее не должны превышать единицы как вам она представлена в формуле таблица 5.2 посмотрите предельно допустимы концентрации веществ здесь мы только можем рассмотреть некоторые вещества я представила те вещества которые очень часто встречаются у нас в жизни допустим вот часто вы встречаете ацетон смотрите предельно допустимая концентрация ацетона 200 миллиграмм на метр кубический класс опасности 4 то есть четвертый класс опасности это у нас малоопасные вещества так также здесь вы можете просмотреть эти таблицы представленные здесь обратите внимание на следующее свинец очень опасное вещество ПДК предельно допустимы концентрации посмотрите 0,01 класс опасности 1 то есть это чрезвычайно опасные ну и в завершении нашего занятия прошу ответить на следующие вопросы для самопроверки на этом у нас урок закончен до свидания до свидания Продолжение следует...